Четырёхглазка. Четырёхглазка – рыбка отряда зубастых карпов. Длина тела около 20 сантиметров. Роговица глаза разделена на две части горизонтальной полоской пигмента. Имеются верхние и нижние зрачки. Хрусталик у глаза один, яйцевидной формы. Верхняя половина глаза выдается из воды, что позволяет Четырёхглазке одновременно видеть предметы, находящиеся над и под водой. Эта рыбка распространена в тропической Америке, обитает в лагунах и устьях реки. Четырёхглазка – живородящая рыбка, вынашивает от одного до пяти мальков. Питается мелкими беспозвоночными, главным образом воздушными насекомыми, а также ракообразными. Тиковое дерево. Тик. Тиковое дерево. Это дерево семейства вербеновых, высотой до 30 метров и в диаметре полтора метра. Листья крупные, яйцевидные, длиной 30-40 сантиметров. Сверху шершавые, снизу со звёздчатыми волосками. Цветки белые, душистые, собраны в метёлке. Тиковое дерево растёт во влажной лесной полосе Индии, в Индокитае и Индонезии. Древесина этого дерева плотная и твёрдая, со светлобурой заболонью и тёмно-бурым ядром. Хорошо поддаётся обработке, отличается большим сопротивлением к истиранию, стойкостью к гниению и большой химической стойкостью. Тиковое дерево используется в судостроении, строительстве зданий и сооружений, изготовлении мебели. Для получения высококачественной древесины разводят плантации тиковых деревьев. Этьен. Семья французских типографов XVI-XVII веков, сыгравшая большую роль в распространении гуманистической культуры. Этьены издавали сочинения греческих и латинских писателей, комментарии к ним, Библию на греческом, латинском и древнееврейском языках, печатали фундаментальные словари древних языков, ввели превосходный греческий шрифт, удешевили книгу. Наиболее известный основатель дела Этьена в Париже – Андрей Этьен-старший. Годы его жизни – 1460-1520. Его сын – Робер Этьен, который родился в 1503-м, а умер в 1559-м году. И внук Андрей Этьен-младший, который жил с 1528 по 1598 год. Робер Этьен – крупный филолог, кальвинист и активный поборник реформации. Создал словарь латинского языка, считавшийся лучшим на протяжении 200 лет. К критическим изданием Нового Завета в 1523 году Робер Этьен навлек на фирму преследования Сорбонны. Усиление католической реакции заставило его бежать в Женеву в 1551 году, где он опубликовал ряд памфлетов против католицизма. Андрей Этьен-младший, выдающийся эллинист, пожалуй, самый известный из Этьенов, открыл ряд рукописей древних авторов. Главнейшие его труды – Апология Геродота, несколько трактатов о французском литературном языке и пятитомный греческий словарь, который до настоящего времени считается самым полным греческим словарем. Всего фирма Этьенов выпустила около полутора тысяч изданий.